Царь Небесный, Утешитель Дух Христины, Ты везде есть, весь мир наполняешь, Сокровищница благ и жизнеподатель, Принеси весь в нас, и очисти нас от всякой скверны, И спаси благой души нашим. Господи, просим Тебя, благослови наше занятие, Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Пребудь с нами в этот вечер, сохрани нас также в любви, Иди на мысли, и на души, и по слову Твоему. Теперь же славу вас салаем Отцу и Сыну и Святому Духу, Ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Сегодня 10 января 2050 год. Послание к Римлянам, Святого Апостола Павла, 15 глава 33 стих. Бог же мира да будет со всеми вами. Аминь. Толкование присолкуплять к увещанию молитву всегдашней обычай апостола. Римлянам 16.1 Представляю вам Фиву, сестру нашу, деканису, церкви Кенхрейской. Толкование. Настоящее послание доставило римлянам Фива. Поэтому и знакомит их с нею, высказывает свое уважение к ней и тем, что упомянул о ней на первом месте, и тем, что назвал ее сестрой. Второй стих. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому. Толкование. То есть для Господа, окажите ей честь. Принимающий для Господа и незначительного человека, оказывает честь Господу. А Фива была святая, следовательно, тем более ей надлежало оказать честь. Поэтому присовокупил, как прилично святым, то есть, как следует принимать святых. То есть снабдите, чем можете, подайте руку помощи, ибо не сказал, удовлетворяйте всем ее нуждам. Сначала похвалил, потом в середине поместил увещание, и, наконец, снова поставил похвалу, окружая с обеих сторон увещание свое, оказать ей честь. Ибо она, говорит, была помощницей в многом, даже не самому вселенскому проповеднику, претерпевшему столько страданий. Вопросы? Римлянам 16.3 Приветствуйте Прискилу и Акилу сотрудников моих во Христе Иисусе. Толкование. Они, говорит, помогали мне в слове и учении, разделали со мной труды и опасности. Некоторые полагали, что сотрудники эти были помощниками Павла в делании палаток. В чем говорится в Деяниях 18.3 Римлянам 16.4 «Которые голову полагали за душу мою, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю их церковь». Толкование. Они были совершенными мучениками, ибо при Нароне были бесчисленные опасности. Здесь намекает на страннолюбие их. «И дабы не подумали, что говорит из лести, представляет и других многих свидетелей. Как они были добродетельны, что все домашние их сделались верными, ибо наименовал их церковью. Так наименовал их из-за страннолюбия, ибо церковью называется тот дом, в котором находится примерное благочестие и добродетель. «Ведущие брачную жизнь пусть поймут, что брачный союз не служит для них препятствием к добродетели». Вопросы, пожалуйста, если есть. Римлянам 16.5 «Приветствуйте возлюбленного моего Епинета, который есть начаток Ахаи для Христа». Толкование. «Великое дело быть возлюбленным Павла, который умел любить с разбором и недаром». Называет Епинета начатком или потому, что он первый уверовал, став началом и дверью к вере для всего народа. Или потому, что показал в себе большее благочестие, почему и сказано, который есть начаток для Христа. То есть не в мирских вещах, но в том, что относится ко Христу. Римлянам 16.6 «Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас». Толкование. «Украшает женщину трудами за истину». Мариам, говорит, трудилась, бодрствовала, молилась. Не для себя только. Но и что важнее, исполняя должность и вместо нас, апостолов. «Как же, говорит, а учить жене не позволяю» 1 Тимофею 2.12 «Запрещает ей не учить словом, но занимать почетное место среди церкви и заседать на возвышении. А домашнее обучение весьма ободряет». «Таким образом, жена учит мужа своего» 1 Коринфянам 7.16 «Почему ты знаешь, жена? Не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?» «Так жена учит и детей» 1 Тимофею 2.15 Впрочем, спасется через щедородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием. И при скилла наставила Аполлоса в вере Диане 18.26 Он начал смело говорить в синагоге, услышав его, Акилла и Прескилла приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. Не сказал же, многому учила, но много трудилась, дабы показать, что Мария служила снабжением, деньгами и другими способами. Комментарий Игнатия Лапкина на слова Феофилакта «Домашнее обучение весьма одобряет». Вне богослужебные собрания и занятия по Слову Божию – это то, без чего не созидалась ни одна община. И этого у православных сегодня практически нигде нет. Библия «Домашнее обучение весьма ободряет». Римлянам 16.7 «Приветствуйте, Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа». «Толкование. Что они сродники Павла, это составляет не такую похвалу, какую составляет то, что они узники с ним. Ибо они пострадали гораздо более всякого узника, быв влачимы с места на место и разоряемы». Важно и то, чтобы быть апостолом, особенно если взять во внимание, что Иуния была женщина. Тем более важно быть славным между апостолами. Ославились они делами своими. «Не стыдится, Павел говорит, прежде меня еще уверовавших во Христа, поставляя им в похвалу, что выступили наперед и предвосхитили блага». Вопросы? Римлянам 16. «Одобряет. Ты в двух случаях сказал, что ободряет». Виноват. «Домашнее обучение в этом месте весьма одобряет». «Да, там произносилось один раз правильно». «Благодарю за замечание». «Конечно, Библия домашнее обучение весьма одобряет, а иной раз и ободряет, утешает». «Тут не страшная ошибка, хотя, конечно…» «Что касается того, что сегодня в православии это…» «Нет, это, конечно, печаль большая от церкви. Общин как таковых нету, приходы никто друг друга не знает, или небольшие крупки, мало кто друг друга знает, нет вот этого…» «Общения, о чем Иоанн говорит в первом послании, имейте общение друг с другом, и тогда кровь Иисуса Христа очищает вас от всякого греха». «Грех нужно обличить, и когда неверующие приходили в церковь, видели, что они были обличаемы ими, и падали ниц, и говорили истинно, с вами Бог. А где нет обличения, там нет борьбы со грехом, человек с грехом свыкается, и такая экономия, и каноны нарушаются, и все, и такое расхолаживание, и языческое шатание в церкви происходит. Бога представляют только помощником в осуществлении их материальных земных благ, все. О духовном и не помышляют во свете Библии, в Духе Святом. Не просят любви, не просят смирения, не просят духовных даров, кротости, воздержания. А просят материальные блага люди. Как язычники себя ведут, к сожалению. Поэтому то, чем мы сегодня занимаемся, Господь так устроил, что не выходя из дома, можем собираться и на дому обучаться Слову Божию. Дивные дела Твои, Господи. 16.7. Приветствуйте, Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня еще веровавших во Христа. Я прочитал. Восьмой стих. Приветствуйте, Олимпия, возлюбленного мне в Господе. Толкование. Если за великое почитается быть любимым царем, то насколько славнее быть любимым Павлом, который любит за добродетель и для Бога. Девятый стих. Приветствуйте, Урбана, сотрудника нашего во Христе, и Стахия, возлюбленного мне. Толкование. Это похвала больше предыдущей. Она даже причина той и содержит ее в себе, ибо кто сотрудник, тот и возлюбленный. И этого венчает тем же. Римлянам 16.10. Приветствуйте, Апелеса, испытанного во Христе. Приветствуйте верных из дома Ариста Вулова. Толкование. То есть безукоризненного и беспорочного во всем. А некоторые говорят, что это сказано в отличие от другого какого-то Апелеса. Незаслуживающего одобрения. Эти, вероятно, были не таковы, как прежние. Почему и не упомянул о них поименно? Вопросы. Ну вот к предыдущему стиху хотелось бы обратить ваше внимание на этого Урбана. Он называет его сотрудником. И вот пусть каждый себе вопрос, а я сотрудник, а я тружусь для Господа. А если тружусь, то что именно я делаю? Для Бога, не для себя. Бывает, человек вот впереди говорит, молится для себя. А там женщина для Бога деканиса, они молились. Молитва это труд. То мусульман это выработано. Намаз пять раз в день совершает человек. А у нас написано, непрестанно молитесь. Труд, труд. Благовестие, труд, труд. Воспитание детей во Христе, труд, труд. Вот и подумайте, а чем я могу быть полезным для церкви? Как мне потрудиться, чтобы бесплодным не явиться на суде Божьем? Не быть этой сухой веткой бесплодной, которую отрубают и бросают в огонь. И тогда будете, вот когда будете сотрудниками, будете возлюбленным Павлом, а значит и Христом. А если нет, не трудится человек, то Господь скажет, отойдите от меня, не знаю вас. Не знаю и все. Делающие беззаконие, а я беззаконие не делаю. Так как кто разумеет делать добро и не делает тому грех. Разумел сегодня, что нужно трудиться для Господа. Делай, ищи что-то. Не просто в интернете сидя. Лови души евангельски, проповедуй. Сейчас так легко это делать. Апостолы и в узах были, и в темнице, и гонения были страшные. Все эти времена миновали. Такое время благодатное, и так мы его бездарно используем. Римлянам 6.10. Приветствуйте апеллеса, испытанного во Христе. Вот еще тоже, вот испытанного. А меня кто испытывал, когда? А испытал ли кто меня, мою веру? А устоял ли я? Во времена гонений, это вот я сейчас начитаю папку коммунизм. Там ясно, испытывала вот эта вот безбожная власть. И очень многие пали, очень многие стали сотрудничать с властями. А кто устоял, тех Господь прославил. Римлянам 16.11. Приветствуйте Иродиона, сродника моего. Приветствуйте из домашних Наркиеса, тех, которые в Господе. Толкование, то есть верных. Двенадцатый стих. Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся в Господе. Приветствуйте Персиду, возлюбленную, которая много потрудилась о Господе. Толкование. А Мариам сказал выше, в 6 стихе, которая много потрудилась. А об этих говорит, что они еще трудятся. Великая похвала всегда быть в деле и трудиться. Это выше упомянутых предсим, потому что она не только много потрудилась, но и возлюбленная. Так именуют каждого по достоинству, одних поощряя к большей ревности, а других возбуждая к соревнованию. Вот и еще раз апостол Павел говорит о труде, о Господе. У нас как-то в русском языке не принято этот предлог о. Почему так переводчики перевели? Непривычно для нашего слуха. Обычно мы говорим трудиться для кого-то, а не о ком-то. Трудиться во имя кого-то еще. Для Бога, для предлога. А здесь, о, как-то вот совсем привычно. Римлянам 16.13 Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его и мою. Толкование двойное благо, и сын беспорочен, и мать безукоризненна. Ибо не сказал бы, конечно, матерь его и мою, если бы не усвоял этой женщине великую добродетель. 14 стих. Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев. Толкование здесь не на то, смотри, что перечисляет их, не приписав им никакой похвалы, но на то, что, хотя они были гораздо ниже всех, однако, удостоились от апостола приветствия. Лучше же сказать, что он и им приписал похвалу, когда назвал их братьями. 15 стих. Приветствуйте Филолога и Юлию, Нерея и сестру его, и Олимпана, и всех с ними святых. Толкование. Великую похвалу приписывает и этим лицам, ибо назвал их святыми. В православии у нас тоже не принято называть друг друга святыми, а принято грешный, супергрешный, мегагрешный, архигрешный. Вот Павел часто писал, называл братьев своих святыми. А у нас принято, что если святой, это только вот который на небе, канонизированный, а то, что на земле это немощный, грешный, супергрешный. Римлянам 16.16. Приветствуйте друг друга с целованием святым. Приветствуют вас все церкви Христовой. Толкование. Дабы не подать повода к расприям тем, что одних приветствует так, а других иначе, об одних отзывается с большими, а других с меньшими похвалами, всех уравнивает святым лапзанием. Дабы ни высший не презирал низшего, ни низший не завидовал высшему, потому что святое лапзание все умиротворяет и уравнивает. Не только сам соединил их, но и посылает им приветствие от всех церквей, чтобы соединились, ибо говорит обо всех вообще, а не о том или другом. А скольким лицам высказал приветствие об этом послании, чего не сделал ни в каком другом, потому что еще не видал римлян. Поскольку же в Риме нашли прибежище многие из сродников его, то достойно упоминая о них поименно, знакомит с ними римлян посредством послания. Римлянам 16.17 Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Толкование. Опять предлагает увещание, притом не как советник, но как покорный проситель и с большим уважением к ним, ибо называет их братьями. Обнаруживая козни вредных людей, сказал, остерегайтесь, то есть разузнавайте о них с отчаянием. Сначала упоминает о распрях, а потом о раздорах. Ибо доколе будет соблюдаемо в теле церкви единение, да то ли не могут войти раздоры, а раздоры суть ереси. Ибо говорит, вопреки учению, которому вы научились. Не сказал, которому мы научили, но которому вы научились, предупреждая их этим и показывая, что они уже убеждены и приняли учение. И потому должны пребывать в том, что уже приняли. Итак, распри и раздоры или ереси вводятся теми, которые преподают учение, противное апостольскому учению. Пожалуйста, вопросы. А где это апостольское учение? Какое оно? Лесков говорил, что на Руси Евангелие не было проповедано как должно. То есть, это апостольское учение не было проповедано. Мы приняли от греков уже учение, подпорченное вот этим монашеством, вот этим вот ложными вот этими уединениями, подвигами такими непонятными. Старались люди спасаться. Вместе того, чтобы благовествовать идти, рассказывать других. Вот все какие-то вот эти вот. И потом пошли ереси, ереси. Нигде столько ересей нет, как в православной церкви. Там прибавят, там добавят. Даже «Життя святых» вот Игнать Тихонович начитывал. Уже святые, уже канонизированные, на небе призваны. И колокольчиком брякал в том месте, где не сходится с Библией, не сходится с апостольским учением. То есть, какие-то ереси были непонятны. Поэтому апостол предупреждает, то есть, остерегайтесь этих людей. А сегодня-то и остерегаться-то люди не знают евангельского, вот этого апостольского учения, к сожалению. Поэтому и священники-то многие не знают этого учения. Поэтому слепой ведет слепого неба, либо упадут в яму, как апостол, как Христос говорит. Римлянам 16.18. Ибо такие люди, то есть, еретики, служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством, и красноречием обольщают сердца простодушных. Толкование. «Удаляйтесь, — говорит от них, — если бы они делали это по незнанию или заблуждению, то их следовало бы исправить. Но поскольку они погрешают намеренно, то бегайте от них». Намекает же на иудеев, которых обыкновенно укоряют, как чревоугодников. Ибо таков весь род их. Далее все ереси рождаются от служения страстям и чреву. «Как же не стыдно тебе, брату Христову, делать учителями своими рабов чрева. Заметь же, что служащий чреву не служит Христу. Они коварствуют, — говорит, — посредством ласкательства. Ибо выражение ласкательством и красноречием значит на языке дружба, а на сердце коварство. Не сказал же, обольщают вас, но сердца простодушных, то есть простых». Комментарий Игнатия Лапкина на слова «Служащий чреву не служит Христу». Трудно представить, что апостол Павел был сапухшим лицом и толстым чревом. Ученику Христову не пристало быть похожим на свинью. Иоанн Златоуст высмеивает тучных людей, говоря, «Разве тебя готовятся принести в жертву?» Человек обременяет себя явствами, как город, который готовится к осаде. «Работники медицины подсказывают нам, что нужно знать свой рост в сантиметрах и отнять 105, и выше этой цифры свой вес не должен подниматься. Толстая чрева не рождает тонкие мысли. «Служащий чреву не служит Христу». Вопросы? Римлянам 16.19 «Ваша покорность вере всем известна. Посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло». Толкование. «Они обольщают, сказал, простодушных, но ваша покорность, которая происходит от великой кротости, известна всем. О ней свидетельствую не я один, но вся вселенная. Поэтому я радуюсь за вас, что не обольстились». Намекает на то, что и из них некоторые были обольщены. «Явно же высказывает то же, что и Господь. «Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Матфея 10.16 «Ибо желает, чтобы они были мудры и осторожны на добро, то есть в деле собственного спасения и собственной пользы. А просты на зло, то есть в том, чтобы не делать другим зла, ибо простой никому не причиняет вреда. Вопросы». Римлянам 16.20 «Боже мира сокрушит сатану под ногами нашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь». Толкование «Так, как были расприи, то призывает подателя мира, большую букву подателя, чтобы прекратила раздоры. Не говорит же «покорит», но что гораздо сильнее «сокрушит». И сокрушит не только тех, которые вводят раздоры, но и вождя их. Тешает также и относительно времени, ибо присолкупил вскоре. Слово «сокрушит» выражает и молитву, и пророчество. Потому что стоит в будущем времени. Напомнил им о благодати, дабы, судя по тому, что уже получили, сделались ревностнейшими к верованию и относительно будущего. «Ибо если Господь спас их в то время, когда они были врагами, то тем более теперь сокрушит сатану. Заметь же, апостол не отделяет ни дело от молитвы, ни молитву от дел. Сначала он засвидетельствовал об их послушании, а потом стал молиться, чем и дал знать, что мы не только прежде, но и теперь, хотя бы мы были искусны, имеем нужду в благодати Божией». Вопросы. Римлянам 16.21 «Приветствует вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, и Осон, и Сосипатор, сродники мои». Тимофей трудился с ним в благовествовании, а делать то же, что делал Павел, великая похвала. Об этом Иосонье упоминается в «Деяниях апостольских», как «О подъявшем опасности весьма мужественно». Деяние 17.6. Давайте откроем. «Не найдя же их, повлекли Иосона и некоторых братьев городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли сюда. А Иосон принял их, и все они поступают против повелений Кесаря, почитая другого царем Иисуса». То есть клеветали на него и на братьев. Все это он претерпел, и от апостола получает похвалу теперь. «А сродники они, Аполлоса, не только по плоти, но и, что гораздо важнее, по благочестию. Ибо если бы они не были таковыми, то не упомянул бы о них». «Да, то есть духовное родство превыше плотского». «Если бы он не был с ними в духовном расцвету, то он про них бы и не написал, и не упомянул бы так, толкователь говорит. Потому что не всякие родственники у нас, к сожалению, верующие. А можно так сказать, что почти все родственники неверующие. Время нам 16.22 «Приветствую вас в Господе, и я, тертий, писавший сие послание». Толкование. «Великое дело быть писцом Павла». А пишет это тертий не для того, чтобы похвалить самого себя, но для того, чтобы привлечь к себе большую любовь римлян, как послуживший в написании послания к ним. 23 стих. «Приветствует вас Гай, странноприимец мой, и всей церкви. Приветствует вас Яраст, городской казнохранитель, и брат Кварт. Толкование. То есть, принимавший меня у себя в доме. Далее, что Гай принимал у себя всю церковь, и самого Павла. Это великая похвала, ибо Павел не помешал бы, простите, ибо Павел не пошел бы к нему, если бы и не нашел его достойным. То есть, попечитель и казначей города Каринфа. «Упоминает о нем, дабы ты узнал, что ни богатства, ни чин, никому не служат препятствием в вере и правой жизни». «Вопросы». «Да, препятствиям не служат, но Господь предупреждает, что трудно богатому войти в царство небесное». Далее поясняет «трудно надеющемуся на богатство». А здесь вот казнохранитель, ну, видимо, он богат, потому что... «Однако это не послужило препятствием ему в вере». Римлянам 16.24 «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». В основание или в начало своего послания положил там следующие слова. «Благодать вам и мир». Римлянам 1.7 И теперь, полагая предел или конец посланию, заключает тем же, молясь, чтобы благодать Божия всегда пребывала со всеми римлянами. «Это черта учителя помогать ученикам не только словом, но и молитвой». Почему и говорили апостолы. «А мы постоянно пребудем в молитве и служении слова». Деяния 6.4 «Благодать же досохранит и нас, не от дел надеющихся найти место спасения, но всецело уповающих на божественную благодать и милосердие, а посредством ее достанем выше сетей сатаны, сокрушив их под ногами своими во Христе Иисусе, Господе нашим, которому слава вовеки. Аминь». Вопросы? Первое послание к Коринфянам апостола Павла. Предисловие. Коринф, славившийся большим богатством и мудростью, хотя уверовал во Христа, но уверовав, находился в опасности отпасть от Христа. «Ибо богатые составляли свои партии, а мудрецы свои, и сами, избрав себе учителей, порицали Павла как бедного и необразованного человека». Кроме того, один из них смесился с мачехой. Некоторые по прожорливости ели и доложертвенные, другие в денежных тяжбах судились перед эллинскими судьями. Далее, мужчины отращивали волосы, ели в церквах и не уделяли нуждающимся, превозносились дарованиями духовными, относительно учения о воскресении колебались. Причиной же всех этих беспорядков была внешняя мудрость, ибо она есть мать сердцов для тех, которые верят ей во всем. Посему Павел пишет послание в Коринф с целью исправить все это. Поскольку же, что важнее всего, в церкви были разделения, а это происходило от высокоумия, то он прежде всего старается истребить высокоумие. Зараженные высокоумием думали, что они учат чему-то высшему. 1 Коринфянам 1.1 Павел, волею Божией призванный апостол Иисуса Христа и сосфен брат. Толкование. Вот начало, прямо изобличающее лжеучителей. Я, говорит, призван, а не сам изобрел, не своей мудростью постиг, а послан Христом, а не сам себя рукоположил, как ваши учители. Иисуса Христа. Учитель Христос. А как же вы назначаете в учителей для себя людей? Далее. Волею Божией. Он спас и призвал нас не потому, чтобы мы были достойны того, но потому, что ему было угодно. Поэтому и теперь он же хочет, чтобы я был вашим апостолом. Как же вы желаете себе других учителей? Не противники ли вы Богу? По скромности наряду с собой поставляют человека, который был гораздо меньше его, а поступает так, чтобы пристыдить высокоумных коринфян, которые всех презирали. Комментарий Игнатия Лапкина на словах эфилакта «Не противники ли вы Богу?» Чтобы определить себя, не противник ли ты Богу? Противник по-еврейски сатана. Нужно сверять свое учение, свою веру и свою жизнь со священным писанием. 2 Коринфянам 13.5 «И испытывайте самих себя, вы верили ли вы, самих себя исследуйте». Толкование. Первый псалом Давида дает полное определение не противники ли вы Богу. Если христианин с большим удовольствием читает что-то, а не Библию, то он отступник. Если с большим удовольствием проводит время на стадионе, у телевизора, а не в церкви, с народом Божиим, то он отступник. 2 Едре 1.9 также и начальники народа, и священников, а не в церкви, и в церкви, а не в церкви, и в церкви. Но, если с большим удовольствием проводит время на стадионе, и у телевизора, то он отступил, ну, с большим, чем проводил бы за Библией, и среди народа Божия, да, виноват. 2 Едре 1.49 Также и начальники народа, и священников поступали весьма нечестиво, превосходя во всех нечистотах всех язычниках, и осквернили освященный в Иерусалиме храм Господень. Государство никогда не оставляло без внимания церковь. Оно старалось или починить ее, или уничтожить. На истинных христиан гонение влияет только положительно, и враг ничего не может поделать с ним, пока они не возлюбят временный мир и не станут противниками Богу. Иакова 4.4 Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. 1 Иоанна 2.15 Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очень. Вопросы. Так, ну вот вопрос, и вот в контексте, если читать, то впереди говорится о том, что государство никогда, еще раз, не оставляло без внимания церковь, но старалось или починить ее, или уничтожить ее. И апостол Яков нам говорит, чтобы мы не любили мир, в контексте, что это государство называет людей прелюбодеями, которые сотрудничают с государством. Безбожная государственная власть, социалистическая гонолла церковь убивала. Многие из-за страха стали сотрудничать с этой властью. Это вот предательская прелюбодеянная декларация митрополита Сергия. В то время, когда он говорил, что наши радости, ваши радости. Говорил о советской богоборческой власти, которая запрещала проповедовать Христа. И обещала, что вот буквально пройдет последнее-последнее время, и церквей больше не будет. Поэтому детей в церковь не водите, все это пройдет. И многие не выдержали вот этого вот испытания, и стали прелюбодеями и прелюбодейцами. То есть, изменили Христу вот с этой вот безбожной властью. Вот была организована Сталином и Берии структура под названием Московская Патриархия. И не нужно забывать, что власть, никогда вот государство, но это и власть надо подразумевать, не оставляла без внимания церковь. То есть, оно и сегодня не оставляет без внимания церковь. Или подчинить ее или уничтожить. Вот. Вот. Ни того, ни другого у них не получится, потому что Господь обещал, что врата ада не одолеют ее. Вот. Истинные христиане устоят. Ну, а те, которые не устоят, Господь вот словами апостола Якова называет их прелюбодеи и прелюбодеицы. То есть, изменники. Есть такая статья государственная измена Родине. Вот. И вот, которые не изменяли Христу, те клеймили изменниками Родины. То есть, политическими вот этими контрреволюционерами. Вот. Которые вот против государства. Государственный преступник. А он верный Христу. Он не может сотрудничать, стучать на своих и сотрудничать с этой вот властью. Которая говорит, что Бога нет. Как с ними сотрудничать? Так. Понятно, да? Да не будет этого с нами, чтобы... Не только... И монархия так же. Любой государственный строй, судя по этим. Либо подчинить, либо уничтожить себя, как хочет. Правильно? Правильно. Заиграло. Это Виталий. Какой звук ужасный. Очень непонятный. Да. Ну, Виталий, по-моему, Калиников, говорит, что... Ну, не только государство, но и монархия. То есть, пытается подчинить церковь, либо уничтожить. Не знаю, как на это ответить. Желающий. Игнать Тихонович. Слышали вопрос? Нет? Сергей спрашивает, вопрос слышали? Монархия тоже желает уничтожить, либо подчинить церковь, или это только государство? А какой? Еще, брат, повтори, он прослушал. Ответьте, пожалуйста. Виталик, как ты микрофон включаешь? Звук ужасный. Лучше пиши в чате. Ответьте, Игнатьевич, на этот вопрос. Какой? Ну вот сейчас мы читали, что государство всегда старалось либо починить церковь, либо уничтожить. А монархия, не государственная структура, а монархический строй также действует, также хочет либо уничтожить, либо починить церковь? Монархия, это не говорит, что он православный. Он может быть и другой веры совсем. Поэтому, если бы церковь точно пошла по Евангелию, не одобряла войны, она бы должна это была высказать с первого же дня. И все. И церковь сохранила себя, то есть уже не надо было полковых священников делать, игуменов там. Да во всех вещах, где государство поступало неправильно, церковь должна была обличать, а все замолкло. Назначили должности, поддерживать вначале, платить хорошо, ну и все поплыло. Тут говорить не надо даже. Это разное. Церковь небесная, а государство земное. А эти престолы, патриарши и монарши, сдвинули вместе рядом. Но мы знаем, были люди, которые восставали против. Ну, по одной хотя бы черте, как митрополит Филипп Колычев Ивана Обрислял IV Грозный. Он его убил. Все. И так было бы всегда. Вопросов тут даже и нет никогда. Церковь, первые века, когда она не была признана, она и обречала, и говорила. А сейчас ничего нету. Позор один. Я еще раз лечу. Я все, пожалуйста. Стой, будь то монархия, или коммунистический строй, или вообще любой другой государственный строй, он априори противник церкви, я так понял. Ну да, там где Бога нет, то сатана противник церкви. Если они вне церкви, то есть, ну, понятно, деньги они хотят купить, управлять. К этому антихриста идет мировое господство. Его всегда все хотели быть, править миром земным. А церковь, у нее небесный руководитель. Всегда будет, конечно, столкновение. Они и Христа же хотели сделать земным царем, монархом. И разочаровались в нем. Ведь царство мое не от мира сего. И тогда они, уу, да ты предатель родины. Распни его, распни. Они уже себе должности расписали. Это в мыслях. Один будет министром обороны, другой министром финансов. А тут он на осле заехал. Ничего себе. И многие соблазнились. Я сегодня прослушаю несколько роликов с Леонидом Лещиным. Я могу потом скинуть это. Здесь посмотрите, какие. Говорит о советской власти, о Дзержинском, как расстреливали. И о Ленине, как он пришел к власти. Молодец. Я думаю, молиться за него. Он, видимо, сам-то еврей. Умница такой. Я все-то его не знаю. Но где вот он здесь говорит? Абсолютно правда. Леонид Млечин. Что-то со звуком сегодня не важно. Дайте ссылку. Ссылки в чат, пожалуйста. Даже... Леонид расслышал, а фамилия уже нет. Тут притомаживает. Млечев. Млечев. Напишите лучше. Правильно. А куда писать? Млечев. Вот сообщение. Сюда. Так, час прошел. Давайте у кого какие вопросы. Застрялось на месте. Пожалуйста. Не может так. Я тут нашла вот. История Леонида Млечина. Млечин. Особая папка. Леонид Млечин. Слышите меня, да? Слышим, слышим. Ну, скопировать теперь, давай. Куда вставлять его? В скайпе. Вопросы будут? Да, да, да. Игнатий Тихонович. Нет, вот эту. Открывайте. Все, вот здесь вот. Контр-В. Игнатий Тихонович, я вот тут слышала, что патриарх это указ дал, или что он только намеревается такой указ дать, чтобы читали на русском языке, на литургии, да? Отдельные там какие-то напаримия, что Библия, как вот у нас. А о богослужении он не говорил целиком. И то по согласию, он много оговорок сделал, может быть правильно. Это дело очень трудное. Потому что те, которые вот пришли, и вот сейчас больше знаю с мусульманами, я никогда не видел, что они такие. Они ничего не знают. Перевода ни одного нет, не считали. А знают, Библию испортили. Как начинаешь говорить, а как, он сразу прячется и все. Совершенно не думал никогда, что они такие трусливые. Не знают, я показываю их книгу, он ее не знает, в руках не держал. Вот наши православные как раз такие есть. Библию в глаза не видали. Так это указ был или только намеревается такой указ дать? Ну, он сказал, ничего нет. Он сказал, что надо к этому перейти. Он не настаивает ничего. Он сделал несколько оговорок. И где желают этого. И желательно было бы отдельное там изречение. Ну, то есть, даже Евангелие-то по-русски считать боятся. Я много лет не мог понять, что с ними, почему. И, наконец, Амфилохова Филарета нашел, почему они боялись. Боялись русский перевод. Когда готовили перевод, они царя оккупировали. И он им говорит, император, ваше величество, там, сиятельство, вот, нельзя переводить, иначе в стране будет революция. Я так и попятился. Чего он городит-то? А потом дальше-то стал смотреть, и действительно так. Народ поймет, что родственники, которые умерли, за которых молились, они веру христианскую не знали. Они, может быть, в аду сидят. Революция будет. Они боятся перевода русского. И то, что у нас идет, вот мы взяли золотую середину. По-церковно-славянски идет, но все библейское, псалтырь, паремии, вот, все считается по синодальному переводу 1876 года. Мы эту золотую середину избрали. И от нас отстали. И теперь приезжает, когда митрополит, они все считают по-русски. А мы их и не просили даже. То есть, никогда не надо дальше залазить. А наш архиерей боялся. Вам, говорит, палец дай, да вы по локоть откусите. А мы не кусали, ничего. А теперь он сам переводит. Все, тихо, скромно, поверь. Интересно тут в интернете посмотрел. Владимир Вольфович Жириновский, где-то там, какое-то важное место, там, говорится-то. Он подошел там и давай людям раздавать по тысячам. Видимо, разменял там, ну, сколько, может, тысяч сто. Ну, по тысячам, так это уже сто человек. А ему сто тысяч, это глупости. И им раздавал людям, чтобы могли купить что-то. Его поставили вопрос в доме разбирать. Он говорит, подавали подачку-то кому? Нищим и холопам. А народ-то наш какой богатый. Что он берет у тебя, зачем? А он, главное, даже в Потеряевку прислали. Футболки, эти, кепки, ручки там. И писать, журнальщики. То есть, из депутатов он один уже сколько раз что-то присылает. Но, учитывая, что это ни один, ни два экземпляра, если до Потеряевки дошло, значит, тысячи экземпляров. Ну, и Господь-то видит. Вот так делает сын Волка. Они очень боятся, что поменяется на русский язык. Прям наши батюшки тоже. Ой, это что ж тогда будет? Ой, нельзя этого допускать. Ой. Я говорю, а мне бы как хотелось. Я бы все понимала. Я говорю, дети бы как радовались. Ой, Рахиль, вы не понимаете. Мне пишут с Казахстана. Там вышел, я не знаю, староста, кто в церковь или священник. Ну да, король-то голый. Все увидят, что король голый. Вот они и боятся. Да, и вот вышел он и говорит, братья, сестры, до чего мы дожили? У нас люди появились тут, там, еретики, расходники. Геннадий Тихонович, микрофон выключился. Он у меня выключен? Так вы, а так, включеный? Из Казахстана пришло письмо. И там один пишет. И там у нас крещение принимал. У них в храме там выступил. В храме прямо. Я не понял, кто там. То ли староста, то ли священник. И там обращаются к народу. Братья и сестры. Они всегда так говорят. До чего мы дожили? Тут у нас еретики, видимо, появились. И они говорят, что надо жить по Евангелию. Братья и сестры. Да кто ж когда жил-то по Евангелию? Что же это такое? Дожили до чего? А у нас тут настоятель вышел. И народу сказал, говорит. Вы будьте осторожны. У нас тут люди появились, которые жить, говорят, надо не по плоти, а по духу. Это он против нас. А зашел ему священники, которые с нами знакомы. Ему говорит, отец Николай. Да так апостол Павел же говорил. Павел. Так они на меня теперь опять стучать будут, архиерею. Вот наше руководство. Совершенно правда. Священное писание не знает. А я без конца оставляю стихи из Библии-то, а они мне. Рахиль, вас надо направить у нас в академические занятия, чтобы вы правильно изучили православное учение. Вот так. Я говорю, никуда мне не надо на ваше учение. Ну, давайте, что там еще не договорили. Вы не только говорите, то свидетельствуйте. Сами идите. Сейчас в интернете это же можно большой охват сделать. Вот у нас в воскресенье, мы группой выходим в театру летку. Это все Вячеслав. Молодец такой. Семенов. Организовал. Есть люди, которые принимают. Да. Ну, все. Я боюсь брать. Это, что я могу бы мы помочь. Организова. Что я могу на ней. Абсолютно. Я не могу. Я боюсь. Я боюсь брать. Я не знаю. Я не хочу. Я не могу. Я не могу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как тяжело отказаться от этих ересей патриархийных Ну, например, каких ересей? Ну, даже вот сейчас, понимаешь, даже вот сегодня Вот реально ведь я снова-снова осознаю, что любой строй государственный, он будет пройти То есть он же от мира, он будет церковь гнать там или подчинять себе То есть, а подчинить, значит, исказить учение Христово А в патриархии же там мир, дружба, жвачка с государством Даже он недавно расстроил меня этот Геннадий Фаст Придёт время, будем благословлять, иди и убивай на войну А потом будем епидемию давать Но он говорит, сейчас уже никто столько не даёт Я там на месяц сдаю убийцам, которые убивали на войне На месяц сдаю А потом ещё раз придёт война, ещё раз благословлю их, ну и так далее Короче, склефосов Печаль То есть и ересь заключается в том, мне тоже непонятно было, как так, заведомо зная Что за сей грех убийства на войне, отлучение от церкви И это же договор с дьяволом самый настоящий То есть заведомо зная, что это эпитемия, это эпитемия отлучения от церкви Иди, делай, убивай, я тебя отлучу А через месяц опять придёшь, я тебя опять отлучу Ну как, ведь там через год Женщина придёт, батюшка, благословите на аборт Ну я согласен, 7 лет без причастия Не, ну подожди, брат, стоп На аборт, Сергей, уже договорились, что если тебе твой ребёнок угрожает твоему здоровью То ты давай убивай его То есть это уже патриарх Кирилл, это всё уже учение сейчас такое современное Патриархии, вот ещё одна ересь Да, да, этих ересь я сегодня говорю Да, второбрачных венчают при живых жёнах тоже ересь Причём разделение на обиженных, не обиженных Нет у этого вопросовского мучения Ещё попы мордополь занимаются Да, написано Да, это уже считается шалости Это невинные детские шалости Не обращайте на это внимания Пускай потержатся да успокоятся А за что он его ударил-то, я уж не помню А то, что он его обличал в этой прелюбодейной ереси Да, что вы разврат проводите, говорит Почему вы, говорит, проводите разврат Он говорит, ну сейчас я тебе покажу Почему Самый настоящий разврат, да Благословляется измена мужа, жене и жене мужа То есть второй брак это измена А у них нет Если она тебе перед этим изменила То есть ты тоже можешь ее изменять Вперёд Нет этого учения в церкви Да нет, Смирнов-то он известен Это, можно сказать, родственник Симона Волхва Он там наговорил ещё в своё время За крещение, там Ну то есть это На нём печати негде ставить Это просто корабль, наполненный ерестями Братья, а вот Если священник в приюте работает И я, говорит, детей наказываю Иногда приходится бить Я говорю, как так? Вы, говорю, не подражатель Христа получается Он, вот, как вот так? Мы, говорит, живём в мире А я говорю, тогда выиграю брак Врак Богу Ну как вот? Вот он их совершил Так что, по России, получается, что ты идти на него Ну как, детей надо наказывать? Наказывать, она, смотря как он наказывает Как понять, бьёт Так он бьёт их Пусть у вас, сёстры, слово бьёт Или орёт Это там уже не поймёшь, что там для вас Как будто вас уже фашист пришёл, расстрелял Надо узнать окончательно, что там, к чему Игнатия Тихоновича целые суды были Так я и знаю, что Игнатий Тихонович их не наказывал-то А этот батюшка сам признаётся Как не наказывал-то, ты чё мелишь-то, городец? Как не наказывал он? Да он же слёзы намазывал только, и всё Да ладно, хватит придумать О, ещё одна Один случай сказал Для того, чтобы вы сильно там не упали в обморок Чё не наказывал? И крапивой доставал от себя Ну а священнику можно это делать? Всем можно это делать Читайте слово Божье Ну читаем И что? Вот слово «ну» всё выдаёт у вас Ну читайте Ничего вы не читаете Прочитайте Сираха и притчи Соломона Сирах 30 глава 12 стих Нагибай вы его в юности Ну то есть кого? Ребёнка Юности И сокрушай ребра его Ну что священникам, наверное, нельзя Ну смотря как он их бьёт там Это тоже надо выяснить Ну как священникам нельзя Когда написано Какой должен быть священник и епископ Он должен, чтобы в семье у него было Полное почтение и так далее Чтоб дети всё исполняли А как ему ещё добиться этого? Это у Фан Визина в недоросле есть Он говорит Маменька, я сегодня сон видел Какой же сон сынок видел? Да ты как маменька папеньку била Мне так жалко было Дурак, да разве его можешь жалеть? Я тебя жалел, маменька Ты руки-то эти отшибла в него И тут священник говорил Может ради смеха Бить надо, говорит Даже если и с матушкой ещё не так Но только левой рукой Правой, чтобы не повредить А то благословлять нечем будет В домострое написано Как нужно жену наказывать Не железом, не дрекольем А кнутовищем И так, чтобы было больно Страшно и назидательно Самое главное с любовью Ну в эрэфе это невозможно Интересно, Игорь, ты сам-то наказываешь? Пошла плясать в губерния Меня мама наказывала И я своих детей наказывала Я благодарна своей маме А дети благодарят меня За это А меня отец наказывал Да так наказывал, что Красные звёзды на заднице были Оранжевые И долго очень И я очень благодарен ему На колени встал Поцеловал руки его И говорю, отец Благодарю тебя, что ты наказывал Аминь, алилуйя В гневе не нужно Со злобой наказывать А с любовью необходимо наказывать Но это Другое дело, что не у каждого Это получается Потому что любви-то нету Мира нету Поэтому гневаются Люди раздражаются Этого не нужно делать С любовью не умею Что лучше не берись Потому что Играйте, конечно, так Никого и не нашёл Из-за кутера в лагере А то, что он в лагере Никого не наказывал Это ересь И не нужно эту ересь говорить Слёзы Голоса намазал Одной девочке там намазал А вы уже начинаете Чё попало говорить Не были в этом лагере Не знаете, как там За что его судили-то? Просто так, что ли? Да что просили Убери наказание Он говорит, нет, не уберу Так там ещё такие наказания есть Похлещу, Игнать Тихоновича Когда ребёнок не работает Ему не дают есть Вот это наказание считают А там по заднице что-то там Как это, мелочи А вот это жёсткое наказание А при Тополе бегут И самое девственное Или пробежаться Я сам пробежался разок Вокруг этого Не оставлять вещей Вокруг лагеря Да, как, что-нибудь выдадут Выдадут Хоть стой, хоть падай Адекватное наказание Самое сложное Это адекватное наказание придумать Это, видишь Это свойство Советских женщин Кто в Совдепе Росли, выросли Большинство Что-нибудь скажешь За бору Ну, за патриархальное Что-то в разговор пойдёт За какие-то вещи Такие серьёзные Жёсткие Так они такой вой поднимают Они готовы тебя Растерзать там Морально И даже, может, и физически То есть для них Это просто неприемлемо Детей Уши на попе растут Сестра Это То совершенно верно Вот там В чат скинули Как раз То место Которое Я говорил Да что говорить Даже животные Наказывают своих детей Это у них Входит В воспитание Вот кошки Я смотрю Котят Периодически Она его хватает И начинает Ногами драть И я Я думал Что такое Что она делает Почему она их Сгрызёт А почитала Оказывается Это она их так Приучает к жизни Это нормально Оказывается Ну она же Не до жестокости А так Со страсточкой Чтобы больно Страшно И назидательно Всё Так оно И в домострое Написано А попробуй жену Вот не наказывать И что будет Я вот не верю Что вообще В общине В Барнаульской Есть женщины Которые Приветствуют Вот домострой Вот реально И мне кажется Таких нет Женщин у вас Это что-то Из ряда Фантастики Будет Нет нет Сёстры Такие есть Но Они этого Не получали Никогда Вот так Вот я скажу Есть старинная Русская поговорка Бей жену До детей А детей До людей Мне кажется Что люди Которые Выступают Против Наказания Они Не верят В наказание Божие Которое Ждет Всех Грешников Бог Имя Которому Любовь Потопил Миллиарды Людей Но Он же Наказал Их Наказал За грех Если Бог Наказал За грех Христос Наказывает Церкву За грех Почему Мы Ребенка Христиане Не должны Наказывать А прощать Значит Мы Не Божьи Дети Бог Кого Любит Написано Того Наказывает Бьет Ж За Вся Со Вся Кою Вылетела Сергей Затянули вопрос Не в ту сторону Я про священников Говорила А вы уже Намерян Принесли Понятно Что мы должны Наказывать И наказываем Но Священник Я думала Не должен Почему То я так Сережа Ты что там Неправильно Сказал Прощать то надо Это как раз И есть Прощение Наказание Господь То нас Прощает Когда Наказывает Значит Он Обратил На нас Внимание Мы Ему Не безразличны Вот так Это И есть Прощение Ну Арахиль А откуда У тебя Такое Отношение К священникам Что они Не должны Должны Против Слова Божия Поступать Они Не должны Этих Животных Резать Вот это Канон Такой Слышал А чтобы Детей Им не Наказывать Такая Льгота За что Им такая Льгота А кто Должен Нанимать Экзекуторов За деньги Специально Что ли К тебе Обращаться За помощью Или Почему Как Ты так Рассудил Они не должны Они драться Еще не должны Драться Вот как Вот Кмирнов Сделал Он взял Ударил Человек Еще там Сказал Я убью тебя Вообще Это уже Реально Вот это Канон Наказывает Он должен Быть Там Я не знаю То ли Запрещен То ли Извержен А если Он В целях Воспитания Ребенка Я думаю Тут нормально Хотя Может Тихонь Написано Чтобы Не был Бийцей 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 Это значит Драчун Драчуном Чтобы не был А это Не драться Когда Ребенка Наказываешь Вы что Куда-то Зашли Вообще Непонятно Вы Сами Представьте Маленького Ребенка Перед вами Ладно Я поняла Благодарю Благодарю Я за священников У меня вопрос был Благодарю А и разъяснили И священник Тоже накажет Своего ребенка Как накажет Это уже Точно не знаем Но он не будет Его убивать Дриколина Ну чего вы как Маленький С вами пошутить Уже нельзя Это дети Приютские Игорь Это дети Приютские Просто они Сироты Как бы Я не знаю Ну тем более Приютские Кто их там Бить будет Ну чего вы Не знаю Да он сам стал Я бью их Ну бью Слово бью Какое бью Что такое бью Опять же У нас в Новосибирске Был приход И одна женщина Воспитывала Мальчишку Без мужа А он такой Был непослушный И вот у нас Был приход И романах Иоанн Он и брал Бичик И заводил Его со сарая И правил По просьбе Матери Это как воздух По другому Ну никак нельзя У Макаренко Есть педагогическая поэма Вот По поводу Беспризорников Как он с ними Обращался И как он Их приводил У Макаренко Есть педагогическая поэма Раньше Беспризорников Будь здоров Били даже В милиции У меня дед Дедуля Который сейчас живой 91 год Он Вот он Из детдомовских Беспризорник И вот он Рассказывает Что Если тебя милиция поймает Вот ты даже Ничего не сделал То они прям берут Всегда Практически Какой-нибудь шланг резины И хлистать давай То есть Вот это В советское время Еще там Где-то Перед войной Так они их За что хлистают Они воровали Наверное Хотели Я так и понял Что там Скорее всего Они воровали Но Как бы ты уже Даже если ты не воровал Но тебя все равно убили Судя по его рассказам Садисты были Полны Так Мужсестра Ответили тебе на вопрос Или нет Она уже поблагодарила Ответили Да Благодарю Тогда я немножко скажу Вот Господь мне позволил Создать лагерь Православный И я его Бессменный Руководитель Начальник 45 лет И еще 3 года Сейчас в ином формате 48 Таким стажем Несчастно встретишься И вот за все это время Я никому не мог доверить Наказывать Не было ни одного У меня настолько разумного Если вот меня не будет И лагеря не будет Я говорил Наказывать нельзя А я наказывал Целый арсенал Наказаний был Вот правильно Брат Игорь сказал Адекватно Это И у меня даже Профессор психологии Приезжает Живет В лагере Понаблюдать за всем Как За течение одного месяца Ребенок Законченный наркоман И навсегда бросает Долбил там Сестренку Лупил И вдруг Обнимает И Как это было Они смотрят И наконец Наконец Печатают Движущая сила Лагеря Террес Большой буквой Любовь А написано Кого люблю Того наказываю Нестрелущая Апостол Павел Послание к евреям Говорит Если остаетесь Без наказания Что всем Обще То вы незаконные дети А не сыны Я не знаю Как у кого У нас называли Незаконный ребенок Сура С байбак Там Вот Это незаконные Если Павел Вопрошает Такой родитель Который не наказывал То есть нет таких А если не наказывают Значит ему разве Если нету Пинчушка Дело-то серьезное И как вы наказывали Ну смотря что Вот Смирнова Дмитрия Спрашивает Он говорит Наказывать надо Но наказывать Исключительно редко Исключительно редко А у вас Скажут У нас в семье Десять ребятишек Пять Мальчишек Пять девчонок Наказывали Родители Наказывали Но никто не знает Наказывали Как А тебя наказывали Я не могу припомнить Мать обычно За волосы возьмет Защуп А так вот Два раза дергет Да что же ты это делал То так И все Больше нету А чтобы вот это Вот было Батюшка Отец Аким Вспоминает Это его Наказал Он вернулся Из школы Там Платоном На учительнице Сказала Что Бога нет Коммунисты Правильно говорят Он пришел домой Ну не знаю В первом классе Где учился Бога нет Я буду коммунистом Вот и мерил как А мать говорит Коммунистом Ну иди тогда к ним Там и живи И за стола Его вытащила А отец пришел Когда он пасет коров То И сказала ему Тихон Что делать надо то Сын коммунистом Хочет быть А у отца там Видимо Не знаю Что там было Ремень или что Он Однорукий был Он голову зажал Между коленто И начал его просвещать Батюшка Теперь он хорошо Помнит рассказывать Но он закричал Видно и сказал Бог есть Коммунистом Не буду И все И с тех пор Стал верующим И батюшкой Вот как наказывать Смотря что И за что Вот ребенок матерится Без наказания Не оставлю А как Крапива Я завожу В отдельное помещение И ему Говорю Губами проведи Два раза Лежит на втором этаже Здесь Ну как Нара там у меня Полог В палате Он боится Плащет Я его не трогаю Выхожу Всем говорю Вот Алеша боится А он двух девчонок Обматерил А все в это время Весь лагерь молятся Понимаете Как все обдумано здесь Я боишься Боюсь Я при всем Она там Крапива Бывает Дудомная Ее в пищу потребляют А эта Дурная Очень сильно Сжалится Через одежду Даже А я беру Наташкина Ага Наташка Вот теперь Три раза Вокруг Разрывают Раздевают 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 По силам Я говорю Наташкина Наташкина Пришла Ребенок Ребенок изменился Совсем Но никому За 48 лет Я не дозволил Наказывать Лучше не наказать У коммунистов Как Кто-то виновен Один Сто невиновных Но все равно Среди них Будет и виновный А здесь Пусть будет 99 Но один Невиновный Я никого Не накажу Чтобы не наткнуться На невиновного Как эта рулетка Один патрон Он может попасть Как раз Когда я буду Стрелять Себя в висок Это ни день Ни два Как девочку Наказать Как мальчика Какой возраст У меня было Я воспитателя Однажды отпорол Они сами заходили И я их Сдувал Как надо Такое было Нарушение Сделано По отношению детей Дети Мне вверено Родители здесь Предупреждены Не имеют права Ребенка Ни за ухо Ни за волосы Дергать Пока из лагеря Не выпишется И тогда не советую Родители здесь Да мы его наказываем Не имеете права Вы мне его отдали Все Я вам отдам Когда его Помолились Что ушел Все Теперь Я не отвечаю за него Повторяю Это не два года А почти полвека Приезжает Воспитатель Из других лагерей Когда узнали Да меня посадят За это дело Ну вот в этом То и разница Мне тоже Это грозило И ни один день Ни два 48 лет Приезжает комиссия 15 комиссий Краевого масштаба За два месяца 15 комиссий Мы в ворота Не успевали Распечатывать Главное Это наказание Взять В уголовном Порядке Возбудить Ничего Нету Прокуратура Местная Разбирает Приехала И она В конце Когда проверила Ничего Нет Она приехала Данные собрать Подать В прокуратуру Она Прокурора Елена А она Просит меня Ребенка моего Возьмете К себе В лагерь Прокурор Пишет И у меня В этом Для слова Божия Нет Уз Там это Описано Никаких Повреждений Нет Наказание Ночи Систа Символический Характер Да Вот она Сказала С ленями Покажи ему Что у тебя Слезы текли Сеткой Хлопну там По доскам И все Я вижу что Нечаянно Там Ребенок Такой Одного Наказал Он как будто Ничего не сделал Он пошел в туалет А они к нему Где стекло Там нету Вверху Они туда Крапиву бросали И его там Обожгли А потом Заперли А он Не может выйти Там Сиробы Закричал Услышали Они ему говорят Ты по дверям Лезь кверху А там Возь И он Руку распорол Я его за это Наказал Мать Недовольна была И он Руку распорол Да мы наказали А зачем он верил им Я ему наказал Я Сколько тебе было Горячий Горячий Это один раз Сетка А он А мне было Два с половиной Ну как два с половиной То ли Нарочно половиной Или Немножко наказал его Ты очень доверчивый Это очень плохо Очень плохо Сказали Лезь А ты полез Гвозди там Для этого Нерассчитанные И ты Сорвался И ладонь распорол Вот и все Повторяю За полвека Почти я не дозволил Никому Пальцем прикоснуться Ни одному Воспитателю Хотя вот Виктор Николаевич Кажется Тринадцать лет Был Воспитатель Он Как-то Путин говорил Этих террористов Мы будем Мочить В сортире Виктор Николаевич Пошел туда Они его там Заперли И в какую-то щель Стали на него Водный исход Делать Ну конечно Тут смеялись И смеялись Стояли Стали В сортире Мочить В буквальном смысле Как там Они его не заперли Не заперли Не А говорят Заперли вроде Не Ну видишь Я не знал Он просто пошел в туалет По маленькому Или как ему там Там один приехал Только в лагерь Роман Его зовут И он пошел Смотрит в туалете То ли он не захотел Зайти То ли что И смотрит дырочка Ну и давай Ну и Виктор Разбирали на планерке То все это Смеху то сколько было Вот так Лучше не наказать Чем наказать невинно Хотя Каждому свое Вот у японцев У них до трех лет Не наказывают В других местах Наказывают очень сурово Да Просвещенная страна Великобритания Писали года три назад Снова провели Парламентом Или как Что в школе Было физическое наказание Розгами А розги Это очень серьезно Очень Вот у Пилипенко Поркотерапия Это очень полезно Ну все наверное Спасибо Христос Игнатий Тихонович Молиться будем сейчас Рахиль пусть помолится Наш любящий небесный отец Благодарим тебя за то Что ты Собираешь нас на эти занятия Даешь нам знания Как нам поступать с внуками И с детьми Господи Хвала тебе Честь и слава Отец Сын И святой Дух Аминь 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 Спаси Христос Спасибо за просмотр! Продолжение следует...